Всем привет! С вами Голая, и сегодня мы поговорим об основных моментах, связанных с Лигой Инкершн, вмешательства. Сама Лига уже давно позади, но начиная с 3.5 Битрейл, она вошла в Core, то есть в основу игры, так что мы будем разбирать Инкершн и ее NPC Альву Валай именно в этом виде. Итак, вы впервые встречаете Альву Валай в седьмом акте. Честно говоря, я не думаю, что ее первое появление привязано к какой-то конкретной локации. Она стоит возле временного портала, который откроется после того, как вы с ней поговорите. Во время разговора она покажет вам, в какую комнату затерянного храма ведет временной портал, и как изменится храм в настоящем, в зависимости от того, какого архитектора вы убьете, а какого оставите в живых. При наведении курсора на каждого архитектора вы увидите, что произойдет с комнатой, если вы его убьете. Также на миникарте зеленым обозначены открытые проходы в соседние комнаты, а красным закрытые. Входите в портал, убивайте нужного архитектора, второй в этот момент сразу сбегает. Возможно, также вы дропнете Stone of Passage, камень перехода, и сможете открыть закрытую прежде дверь в соседнюю комнату. На это все у вас очень мало времени, увеличить его количество можно только с помощью убийства монстров. Далее вы встречаете Альву снова и снова, и так открываете временной портал 11 раз, пока храм не будет полностью воссоздан. Потом вы сможете отправиться в храм, после чего все начнется сначала. Некоторые из терминов мы уже назвали. И давайте по аналогии с Делвом начнем с нашего NPC с Альвы. В отличие от Ника, ее можно полностью игнорировать на сюжетке, это никак не повлияет на ее спаун в будущем. Приступайте к инкершинам тогда, когда вы будете готовы, когда вам это будет нужно и интересно. Если вдруг вы хотите вообще ее полностью игнорировать, но тем не менее хотите выполнять и спаунить ее дейлики, тогда ваша задача просто подходить к ней, заходить во временной портал, убивать вокруг себя несколько монстров и дожидаться, пока внутри инкершина временной портал не станет вновь активным, и вы не сможете выйти. Именно так я поступала, когда играла на хардкоре, мне нужно было выполнить челлендж на вот эти вот Atlas Objectives, и, соответственно, мне нужно было спаунить Альву, но в храмы уходить я не хотела, рисковать я не хотела, и поэтому, соответственно, я поступала именно таким образом. Следующий термин это инкершин, вмешательство. Основной термин лиги, безусловно, и это и есть те самые дополнительные мини-локации, которые вы встречаете на картах, которые вы встречаете на сюжетке, начиная с седьмого акта, в которые вас приглашает Альва, куда вы заходите, убиваете там архитектора и, по возможности, открываете двери в соседние комнаты. Именно они приносят вам очень много лута и являются, наверное, основной, как бы такой быстрой механикой фарма для инкершина, потому что сам храм, как мы узнаем впоследствии, ну, как по мне, не совсем стоит своих усилий. Архитектор. Это мини-босс инкершина. В каждом инкершине, соответственно, есть два архитектора, плюс в самом храме, в каждой комнате, которая имеет тип о комнатах и их типах, мы говорим чуть позже, также вы будете встречать архитектора. Сами архитекторы, они не особо опасны. Да, безусловно, это уникальные мобы, у них, конечно же, достаточно много хп, и самое главное, наверное, на что вы должны обратить внимание в лиге инкершин, это урон хаоса. Соответственно, вам бы лучше, если вы будете с этим сталкиваться часто, лучше иметь к нему какие-то, ну, способы защиты от урона хаоса. Это либо какие-то предметы, на которых есть сопротивление хаосу, либо сопротивление хаосу на дереве, либо там флаконы, вот что-то такое. То есть хаос здесь является проблемой, и многие архитекторы, ну, по крайней мере, некоторые архитекторы точно наносят достаточно много урона хаосом, и это, пожалуй, все, чем они могут быть опасны. Но, кстати, другие мобы тоже наносят урон хаосом, поэтому все-таки на это стоит обратить внимание. Следующий термин – это храм, он же темпл, он же ацуатль. Ну, я его называю просто храм, потому что, как бы, это и короче, и проще. Да, храм состоит, храм – это то, к чему мы идем в течение 11 инкершинов. Это, да, мы побываем не в каждой комнате храма, всего у нас в храме получается сколько? 3 плюс 4 – это 7 плюс 3, 10 еще плюс 3, по-моему, что-то типа 13 комнат, включая входную комнату и включая арену босса. Вот, но в целом, как бы, то есть это очень большая бесшовная локация, в которой интерес, безусловно, представляют только определенные комнаты. А босс храма – вал Омнитект, или всезодчий вал, это один из самых безопасных вообще, на мой взгляд, боссов в игре. Да, его можно усилить определенными механиками, и вы можете там не соответствовать по уровню этому боссу. Это все, в чем может быть его опасность, но по факту он действительно один из самых безобидных, кого мы можем встретить. О нем мы чуть-чуть позже тоже поговорим подробнее. Что касается наград, то они бывают двух типов. Есть дроп, и самый дорогой дроп потенциально может выпасть с босса. А есть определенные комнаты, которые могут сделать что-то хорошее, но в основном оставляют нас с носом. Поговорим подробнее о дропе. При смерти босс выкидывает несколько редких предметов со свойствами храма. Да, есть такие свойства, которые могут прокнуть только на предметах храма. Кстати, их также можно получить из шахты, но только из особых сундуков. Как и со всеми редкими предметами, тут рандом. Может выпасть что-то реально крутое, но обычно предметы так себе. Однако, если вы посетили храм на старте лиги или на своем первом персонаже, то вот тут этот дроп может выглядеть значительно привлекательнее. То есть для старта он подходит хорошо. Также есть небольшой шанс дропа специального предмета, который апает определенный храмовский уник. Такие предметы называются Виал, по-русски Фиал. И большинство из них опять же трэш, но вот Виалов Сакрифайс, то есть Фиал жертвоприношения, для апа амулета Сакрифишл Харт, жертвенное сердце, и Виал оф Де Гоуст, наверное, что-то типа Виал Призрака, для апа флакона Сол Кетчер, Ловец Душ, стоят очень дорого. Сама я не дропала их ни разу ни в Лиге Инкершин, ни в Биттрейле, когда Альва уже не встречается нам на каждой локации. В шахте дропнуть уники храма нельзя, насколько мне известно. Как вообще можно увеличить шанс дропа Виалов? Ну, во-первых, для этих топовых Виалов уровень вашего храма должен быть не ниже 68-го, то есть уровень карт, как вы понимаете, да, на сюжетке не пообузить. Других точных указаний нет, однако по наблюдениям игроков, которые их получали, нужно как следует набафать босса храма, про апа в соответствующие комнаты. Вот о комнатах мы теперь и поговорим. Я выделила комнаты в отдельную тему, хотя по сути они относятся к наградам, просто тема уж очень большая, готовьтесь к длинной лекции минут на 20. Всего у нас 24 типа специальных комнат, у каждого из них по 3 уровня, также есть комнаты без типа и без уровня. Когда вы встречаете Альву, она показывает вам карту храма, на которой отмечена комната, куда ведет инкершен, а справа вверху вы видите мини-план этой комнаты и двух архитекторов. Если комната имеет уровень, то она, соответственно, имеет и тип, и правый верхний архитектор всегда повысит этот уровень, а левый нижний переролит комнату в другую, первого уровня, даже если до этого у нее был второй. Если у комнаты нет уровня, то и типа у нее, соответственно, нет, и каждый из двух архитекторов даст комнате определенный тип и первый уровень. Если у комнаты уже третий уровень, то вы в нее больше не попадете, так игрой задумано. И давайте перейдем на сайт playlab.com, на котором максимально презентабельно представлены все комнаты. Опять же, очередной повод играть на английском, чтобы такие сайты не вызывали у вас никаких вопросов и никаких проблем. Ссылку я оставлю в описании. Первая комната, о которой мы поговорим, это комната со стронгбоксами, то есть с ларцами. На каждом тире комнаты вас встретят, соответственно, два, четыре или шесть ларцов. На первом два, на втором четыре, на третьем шесть логика. В целом комната не самая полезная, я бы даже ее бесполезной назвала, но если вы будете бегать высокоуровневые храмы, то я советую кидать алхимки все равно в такие вот ларцы, чтобы хотя бы что-то попробовать оттуда получить. Вообще, если вы будете как-то фармить храм, то я рекомендую делать это либо на самых ранних этапах лиги, либо, соответственно, на 83-м уже уровне монстров, чтобы дропать там карты вот этих вот гвардов, потому что это хороший способ отбить время, которое вы там потратите. Ну и, конечно, если вы играете на соло-лиге, на ССФ, то у вас будут уже свои поводы для посещения храма, об этом я не говорю, вам тут уже виднее. Я просто расскажу, что вы можете в каждой комнате получить и найти, и, соответственно, вы будете решать на своей соло-лиге, надо вам оно или нет. Weapons. Еще одна бесполезная комната. В ней вы встретите сундуки с оружием. Она увеличивает урон, наносимый монстрами. Соответственно, чем выше тир комнаты, тем больше она усиливает монстров храма. Лут. Вот эта комната уже хорошая, и хорошая она в основном на своем третьем тире. Здесь вас ждут сундуки с разными наградами, то есть вам могут дропнуться те же самые пушки, вам могут дропнуться какие-то доспехи, гадальные карточки, сущности, они же эссенции. В общем, талисманы, очень много всего разного, реально очень много всего разного, совсем разные сундуки. Но в чем прелесть именно музея артефактов? В том, что здесь есть сундуки, из которых выпадают... Здесь не есть, они здесь могут вам встретиться. На более низких уровнях они встретиться не могут. Из которых выпадают лиг-специфик айтемс, то есть предметы, которые относятся к каким-то старым лигам. Например, тот же самый Headhunter. Вообще, все, что касается лиг-специфик айтем, мы будем рассматривать на примере уникального пояса Охотник за головами, он же Headhunter, потому что это самый популярный, наверное, уник в игре. Самый вожделенный, самый дорогой на сегодняшний день. И от него мы будем, скажем так, плясать. Когда я говорю лиг-специфик айтем, то я имею в виду именно предмет, который получался в данной лиге дропом. Не дропом с босса, а дропом, в принципе, просто с любого моба. То есть именно так этот Headhunter и получался в лиге Немезис. Например, в лиге Бестиарий были уники, которые мы получали дропом с боссов, с тигра, с вот этой паучихи и так далее. Таких уников вам здесь не встретится. Вы должны понимать, что они привязаны к определенным боссам и просто из сундука выпасть они не могут в принципе. Я надеюсь, что это важное замечание у вас в голове тоже осело. Далее переходим к комнате с картами. Безусловно, если мы говорим об ССФ, то эта комната хороша всегда. Если мы говорим об обычной торговой лиге, то она будет, опять же, для вас хороша на ранних этапах, когда у вас плохо с картами, и она будет также хороша на 83 уровне монстров с точки зрения дропа побольше карт гвардов. Хорошая комната. Джевелри. Я считаю, что это не хорошая комната. Да, там дропается бижутерия, да, там много сундуков с ней. Ну, для чего она, по сути, нужна? Вероятность того, что там дропнется что-то хорошее, она исчезающе мала. А так только если хаоснаборы собирать. В общем, в целом, я считаю эту комнату не самой полезной. Карнси, валюта. Здесь у нас, опять же, 3 тира. Чем выше тир комнаты, тем больше сундуков с валютой. В теории там может дропнуться даже зеркало, но на практике, конечно, зеркало дропается нам раз в 5000 часов, как завещал Крис. Ну, в общем-то, мне, насколько я помню, то ли один, то ли два экзальта в этой комнате падало. Но в целом, это неплохая комната. То есть валютка, это всегда хорошо. Особенно на старте лиги неплохо в такую комнату заглянуть, для того, чтобы после сюжетки и перед картами одеться как-то чуть более богато, да. Армор. Комната с доспехами. Трэшовая комната, ненужная, забудьте о ней. Почему здесь написано, что она увеличивает урон монстров тоже? Вот это мне сомнительно немножко, потому что все-таки она, наверное, должна делать что-то другое, чем аналогичная комната Weapons, да. Ну, это не столь важно, по сути дела. Наверное, да, она тоже как-то бафает немножко монстров в храме. Ну и содержит, да, сундуки с броней, которые, по факту, честно говоря, пуп. Гемс. Эта комната на первом и втором уровне не представляет для нас интереса. Да, там могут дропнуться камни умений, в том числе в Альске, в том числе с качеством. В общем, там может что-то дропнуться хорошее, но в целом, безусловно, нас интересует именно Дорианис Институт. Моя прелесть. Здесь есть особый алтарь. Принеся туда свой камень умений или поддержки, мы можем взять с него особенную сферку и усилить наш камень, осквернить наш камень с помощью этой сферки. Прелесть этого алтаря заключается, в отличие от обычной сферы ВАЛ, заключается в том, что мы наложим два осквернения на наш камень. Всего для камней умений существует четыре возможных вида осквернения, возможных исхода осквернения. То есть, либо ничего не произойдет, просто будет написано «караптед», то есть осквернен. Второй вариант. У нас изменится уровень камня. Либо он станет девятнадцатым, если мы принесли камень двадцатого уровня, либо он станет двадцать первым. Ребят, не приносите сюда камни не двадцатого уровня. Но, естественно, если вы принесли импауэр, это усилитель или инлайты наставник, которые до третьего только качаются, то, опять же, приносите их максимального уровня, до которого вы можете их докачать, то есть третьего. Не приносите сюда камни пятнадцатого уровня. Ну, это просто глупо. Вот реально, это не имеет смысла. Вот, соответственно, мы принесли сюда камень двадцатого уровня, мы можем... Ничего не изменится. Мы можем изменить его уровень. Может получиться как девятнадцатый, и мы сможем докачать его до двадцатого, так и получится двадцать первый. И это единственный способ получить двадцать первый уровень, то есть осквернение. И также там может, третий вариант, что может измениться качество. По-моему, самое низкое качество, которое я видела в результате, это 11% с 20 падает до 11%, самое высокое это 23%. Соответственно, качество варьируется, может плюс 1, может минус 1, как-то так может произойти. В чем прикол с качеством? Если качество упадет, то за карабченную камню его нельзя будет апнуть, и это плохо. И последний, четвертый исход осквернения, если для данного камня есть ваал-версия, то, соответственно, он может получить ваал-версию. Например, Blade Vortex, вихрь клинков, он может получить ваал-версию. Так вот, здесь мы получим 2 результата осквернения. То есть, например, мы принесли опять же Blade Vortex 20 уровня 20% качества, мы можем получить из него, например, 21.20 ваал-версию ваал-осквернение. Можем, конечно, все испортить, но в целом мы будем, конечно, рассчитывать на хорошее. Это хорошая комната, ребят, она очень хорошая, к ней стоит стремиться и качать вот этот GameCutters Workshop именно до Дорианис Института. Караптинг. Это самая лучшая комната в храме. Она может, конечно, как вас обрадовать, просто максимально сделать миллионером, также она может вас разочаровать, уничтожить и оставить без штанов и без последних средств существования. Конечно, все зависит от вас и также от удачи. Помимо того, что там она как-то уменьшает какие-то резисты, но это все не столь важно, да, она уменьшает в храме ваши резисты. Это, конечно, очень плохо и печально, но самое главное, что на третьем уровне здесь есть алтарь. На втором и на первом алтаря нет вообще, поэтому эта комната, в принципе, вообще пустая на втором и на первом уровне, имеет она смысл только третьего уровня, на котором, опять же, есть особенная сферка, которую вы можете кинуть в свой предмет, то есть в какую-нибудь нагрудную броню, там, или в шапку, или в амулет, в какой-то, в что-то из вашего шмота. Если сюда вот мы несли камни умения поддержки, то сюда мы приносим шмотки. И здесь тоже есть четыре варианта оскорнения. Один из, первый вариант, что все сокеты станут белыми. Второй вариант, что вещь получит два вал имплицита, и это то, к чему все стремятся. Естественно, некоторые вал имплициты подойдут вам, некоторые нет, но мы будем надеяться, что вам прокнут те, которые подойдут. Это то, ради чего сюда все несут свои шмотки, даже самые дорогие. Третий вариант, что вещь станет желтой. По-моему, она станет на базе шейпера, если я не ошибаюсь. Это, конечно, ужасная, кошмарная печаль. Все связи там будут разбиты, по-моему, и вообще, короче, фу. Это просто очень большое разочарование. Если вещь была уникальной, она может стать желтой. Если вещь была желтой, то этот вариант оскорнения, насколько я знаю, у нее исключается. И четвертый вариант оскорнения, самый прекрасный, когда вещь просто... и все. То есть ее нет, она исчезает, она просто уничтожается. И именно это в этой лиге, в лиге Битрейл, со мной произошло 4 или 5 раз. Собственно говоря, эта комната не порадовала меня ни разу чем, ничем, кроме Пуфа. Все вещи, которые я туда принесла, все благополучно уничтожила. Но это я такая неудачница, не надо думать, что всегда так происходит. Просто к этому надо быть готовыми. В любом случае, вы можете получить здесь определенные клевые свойства оскорнения. Давайте я покажу вам еще одну важную вещь. Смотрите, есть сайт playaffix.net, где вы можете посмотреть, ну, например, вы хотите принести броню. Причем, на что это броня, на Armour, Evasion, Energy Shield, это абсолютно не имеет значения, потому что все осквернения для всех предметов данного типа, то есть Body Armor, будут одинаковыми. Мы заходим в Body Armor и заходим в раздел Corruption. Видим, какие осквернения нам, в принципе, могут прокнуть. То есть вы не должны рассчитывать на какое-то абстрактное свойство. Вы должны понять, нужны ли для вашего билда, для вашего конкретного предмета вообще вот такие вот свойства. Соответственно, вот эти результаты осквернений вы можете получить. Обратите внимание, что также они привязаны к уровню предмета, да, то есть если вы хотите получить, например, плюс один к максимуму резистов, то ваш предмет должен быть минимум 80 уровня. Вот так, ребята, то есть это очень важно. Когда вы будете карабтить вещь, обратите внимание на ее уровень, зайдите на сайт playaffix и посмотрите, какие в соответствии с ее уровнем вам могут прокнуть свойства. Опять же, если вы хотите, например, вот эти какие-то свойства, скажем так, смаксимизировать шанс их появления, да, то я советую вам брать предмет не выше 44 уровня. Понятно, да? То есть чтобы вот эти все свойства вы просто отсекали, и тогда вам прокнут какие-то из этих. Ну, если вещь не пухнется, конечно. Как это произошло со мной много-много-много раз. В общем, вот эта комната самая вкусная в храме. Ради нее вообще все это, весь этот импершин создан. Sacrificing. Это жертвоприношение. Это тоже неплохая комната. На первом уровне, на алтаре, вы можете принести в жертву уникальный предмет и получить взамен как бы любой рандомный другой. Там не будет лик-спецификов, то есть не будет хедхантера там или чего-то такого, но один предмет на другой вам заменится. Очень большой рандом. Вероятность того, что вы из плохого предмета делаете хороший, она просто исчезающая. Второй уровень. Здесь вы можете, опять же, точно так же, как и в первом случае, положить один предмет. Получить другой. И здесь уже есть вероятность, что вы получите какой-то лик-специфик. По крайней мере, здесь так написано. With the chance. То есть с шансом. Не написано, что с очень маленьким, ничтожным и вообще практически незаметным шансом, который не стоит принимать в расчет. Да, вы можете. Третий уровень этого апекса, он дает вам больше шансов. А именно, вы получите в обратку предмет той же базы. То есть вы меняете пояс на пояс. Очень удобно. Если вы, опять же, хотите получить хедхантер, можете именно так и поступить. Принести туда пояс. И здесь, опять же, есть шанс получить обратный лик-специфик. И здесь на это, собственно, и рассчитывают. А теперь я расскажу вам о небольшой тонкости с хедхантером. Давайте зайдем на вики. Список уникальных поясов. Если мы посмотрим на этот список, то хедхантер мы найдем где-то в его середине. И соответствует он сороковому уровню предмета. Сразу вам хочу сказать, как я уже говорила, лик-специфик, он исключает дроп с боссов. То есть, например, вот эти все дариани пояса падают с Адзири. Поэтому их вы в любом случае здесь не получите. Вот этот циклопиан койл падает с Субер Элдер. Его вы тоже не получите. Насколько я понимаю, вот этот, который падает по кускам с босса предвестников, вы тоже не получите. Таким образом, вы можете очень многие пояса как бы здесь вычеркнуть. Потому что вы их не получите. Но у нас есть хедхантер, и хотим мы получить именно его. Для того, чтобы увеличить шанс, максимизировать шанс его получения, вам нужно взять базовый пояс от сорокового уровня предмета до сорок третьего. Таким образом, в обратку вы получите какой-то пояс, который будет в диапазоне вот отсюда и туда. Понимаете, да? То есть все, что начинается от сорок четвертого уровня, если ваш предмет сорок третьего уровня, вы не получите. Все, что здесь ниже, вы это все не получите. И это, безусловно, увеличивает ваш шанс получить хедхантер. Обязательно вот имейте это в виду. Честно говоря, эта теория имеет в комьюнити как бы своих противников, тех людей, которые с ней не согласны. Но в целом, все-таки, ну, скорее мы согласны с тем, что это работает именно так. Во всяком случае, я уверена, что вы ничего не потеряете от того, что попробуете именно по этой механике. Опять же, если вы обратите внимание, то здесь также есть пояса, которые дропаются с каких-то боссов. Например, Sting of Servitude падает с босса храма, то есть он вам не выпадет. Darkness, вот этот Entrone, падает с Лича, соответственно, он вам тоже не выпадет. То есть, опять же, что-то из этого вы сможете исключить. Безусловно, все равно шанс получения хедхантера невысок, но, тем не менее, он есть. И второй, как бы, повод использовать Apex of Ascension, это то, что здесь вы сможете положить какой-то лиг-специфик, не лиг-специфик, а просто лиговский предмет Инкершина. То есть, например, вот Apex Lumber, да, это щит. Вот, с помощью Vial of Awakening вы сможете превратить его в Apex Supremacy, да. Таким образом, именно на вот этом алтаре Ascension вы используете виалы. Я уже говорила, да, что виалы дропаются вам с Omnitect, что с помощью них вы можете апгрейдить уникальные предметы Лиги Инкершин, но это вы будете делать не с помощью какого-то там вендор-рецепта или чего-то такого, а только на вот этом алтаре в Apex Ascension. Я надеюсь, что это было понятно. Bridge. Bridge это комната с разломами. В принципе, она была не популярна до Лиги Битрейл, в которой разломы были очень популярны, поэтому эта комната стала цениться намного выше. Будет ли она также цениться дальше? Я не знаю, во-первых, это зависит от того, как Лиги Битрейл введут в Core. Если там оставят всю эту историю с апнутыми бричами, то она, безусловно, цениться будет. Но, конечно, это все равно, даже сейчас, это не самая топовая комната в храме. Адзири. Самая редкая и самая дурацкая комната в храме. То есть она нужна только для челленджа. Ну, вы представьте себе, Uber Адзири имеет 80-й уровень, да. Здесь вы можете ее заспаунить Адзири на 83-м, то есть это Uber-Uber Адзири. А дроп с нее, как с обычной Адзири. Очень-очень сомнительный профит, при этом еще и монстры в целом в храме будут ускорены. Очень сомнительная комната. Только для челленджа имеет смысл ее апать, больше ни для чего. Лайтнинг. Молния. И тут мы пришли к неким комнатам, в которых у нас, во-первых, contains a valuable item, то есть содержит какой-то ценный предмет, и это только, естественно, на третьем уровне комнаты. Сейчас я расскажу, что такое ценные предметы, да. И, во-вторых, это та комната, которая добавляет боссу храма, амнитекту, определенную механику, и усиливает этого босса. Как я уже говорила раньше, как получить виал, как увеличить вероятность получения виалоса босса, это усилить этого босса. И вот лайтнинг – это одна из механик, которая его усиливает. Теперь давайте поговорим о valuable items. Некоторые комнаты в храме содержат такой вот ценный предмет на третьем уровне, только на третьем уровне, ни на каком другом. И он соответствует типу комнаты. Либо это у нас волшебный, то есть магический, то есть синий предмет, да, со свойствами молнии в данном случае, да, либо это будет лик-специфик инкершена, который будет относиться к этой комнате. Насколько я помню, из вот этого вот списка уников, не волнуйтесь, эту ссылку я тоже вам в описании оставлю, это сапоги. Вот эти вот сапоги дропаются у нас в Conduit of Lightning, не всегда, но могут там дропнуться. Соответственно, здесь вы прям можете посмотреть, какие уники где дропаются, как они апаются с помощью каких там виалов и так далее. Вот, вот очень полезная страничка. Вот, вот такой вот здесь может быть ценный предмет. Life Regen – это регенерация здоровья монстров. В храме, опять же, ничего ценного здесь нет, кроме ценного предмета в конце. И, кстати, в Sanctum Immortalis еще нас ждет рецепт. Про рецепт я поговорю чуть позже, но в целом просто знаете, естественно, что в храме в третьем только уровне комнат вас ждет некоторое количество рецептов. Миньоны, приспешники. Они усиливают омнитекта приспешниками. Это, опять же, одна из механик, которые усиливают босса храма. И, опять же, содержат valuable item. Обратите внимание, что если вы играете с умонером, то есть у вас есть куча приспешников, возможно, в начале особенной лиги вам такой предмет очень даже зайдет. Особенно, если вы играете на SSF. Обратите внимание на вот эти valuable item. Да, они там будут синие, но, тем не менее, они могут очень и очень хорошо вам зайти, потому что там это не просто предмет со свойствами молнии, и там действительно количество, если это вам пушка какая-то, дропница, да, то там будет, допустим, 100% increased lightning damage, да, увеличен урон молнии на 100%. Это же круто. Это же очень круто. Там реально очень, ну, заметные усиления будут. Паксайз и лайф-куантити – это те две комнаты, которые вам нужны только в том случае, если вы будете фармить храм. Лично я храм не фармлю, потому что я считаю, что это огромная локация, в которой очень мало монстров и очень мало дропа. Если карту мы можем заалхимить, там, закидать секстантами, там, и прочими разными модами заны, и у нас получится модификатор квантити на карте, допустим, там, плюс 60%, плюс 80%, плюс 100%, то здесь по умолчанию модификатор количества – ноль. Друзья, ноль, понимаете? Если мы вот эту комнату прокачаем до максимума, то это будет 15%. Жалких 15%. Да, мы можем еще вот эту комнату прокачать до конца, будет плюс 30% паксайз, но это все по-прежнему огромная локация, где дроп все равно, ну, достаточно маленький. Если это как-то вдруг апнуто изменит, и фармить храм будет выгодно, и, может быть, тогда на эти комнаты стоит будет обращать внимание. Но лично для меня, как я уже говорила, фарм храма особого смысла не имеет. Файр – это комната про огонь, то же самое все, что про молнию, только про огонь. Тоже усиливает босса, тоже содержит valuable item. Трэпс – это очень дурацкая комната. Да, она, опять же, содержит valuable item, и это хорошо, возможно, если вы играете трэпером, то он вам пригодится. Почему мне не нравится эта комната? Потому что добавление ловушек в храм очень сильно замедляет ваше прохождение этого храма, очень сильно замедляет. Поэтому, ну, как бы, опасности там практически никакой нет, только если вы сильно зазеваетесь, там можно умереть на них, на этих ловушках. Но в целом, ну, как бы, это просто замедляющая механика. А ядовитые комнаты, они, как бы, тоже отличаются только valuable item, и в целом они и бесполезны, и безвредны в то же время. Tempest – это бури, это и неплохо, и нехорошо. Ну, как бы, я считаю, что это, опять же, бесполезно и безвредно. Power Up – это только на третьем уровне эта комната работает, до этого она не работает. Если эта комната проапна до третьего уровня, и с ней соединены другие комнаты открытыми проходами, то есть пока вы ходили по инкершинам, вы открыли эти проходы, то все комнаты вокруг будут иметь плюс один уровень. Все те комнаты, которые соединены открытыми проходами. Не те комнаты, в которые вы с помощью explosives, в которые мы чуть попозже подойдем, то есть с помощью взрывчатки пробили дырки, нет. Только те, которые были соединены, пока вы ходили по инкершинам. Ап этих комнат, если они, допустим, были второго уровня, стали третьего, не влияет на челлендж повышения уровня комнат. То есть у вас есть челлендж, по крайней мере, в лиге Betrayl, если он будет, может быть, когда-нибудь еще, что вы должны проапать комнаты до третьего уровня. И если вы апаете их с помощью Temple Nexus, то это не считается в челлендж. Ну и, соответственно, также она там как-то усиливает монстров. По сути дела, это не так важно. Спирит с духи. Ну, что сказать. На первом уровне комнаты три духа, на втором пять, на третьем семь. Можете всех заселить в архитектора, который в этой комнате находится, сдохнуть от него. И это самое большое веселье, которое вы можете получить с этой комнаты. Потому что в целом она, конечно, совершенно бесполезна. Да, бывают духи, которые могут там какую-то валютку там увеличить, дроп или вообще там. Ну, короче, дропа будет много, если вы этого архитектора убьете. Но, ну, не знаю, такое сомнительное удовольствие. Очень-очень рискованно. Особенно в высокоуровневых храмах. И последняя комната, это комната со взрывчаткой, про которую мы, собственно, уже говорили. Здесь либо один будет заряд взрывчатки, либо два, либо три. И они используются для того, чтобы пробивать те проходы, которые вы не пробили. Например, вы до босса, так, за все инкершины, за все один из стенкершинов и не добрались. Соответственно, если у вас есть такая комната, в которой есть доступ, то вы можете пробить несколько стен, одну или несколько, и добраться до босса. Вот. По комнатам храма это все. Давайте подытожим. Итак, комнаты, которые нам приносят больше всего профита, это Locus of Corruption, Apex of Ascension и Darianis Institute. Самые, с точки зрения самих комнат, лучшие. С точки зрения лута, у нас есть линейка вся с картами, естественно, Atlas of Worlds, это самая заманчивая из них. Также это комнаты с валютой, currency комнаты, и Wealth of the Wild, здесь королева, безусловно. И Museum of Artifacts, то есть только третьего тира лутовая комната нас интересует, потому что она может принести нам что-нибудь интересное. В лиге Биттрейл также бричи пользовались большой популярностью, как я уже говорила, поэтому комната с бричами, возможно, тоже имеет смысл. Давайте не забывать о том, что в храме, начиная, опять же, с лиги Биттрейл, мы также встречаем рецепты для крафта. И здесь вот у меня есть список этих рецептов, ссылку, конечно, я оставлю в описании. Вы просто вбиваете в поиск Ацуатль и стрелочками скроллите, чтобы посмотреть, какие рецепты вы можете встретить здесь. Вам, у вас будет написано, в каких комнатах вы их встретите, и это всегда, ребята, это комнаты третьего тира. То есть, наверное, вот это как раз-таки повод какие-то ненужные комнаты до третьего тира апгрейдить. Давайте теперь буквально два слова о боссе. Как я уже говорила, он довольно безобидный, и даже на Пойлабе здесь буквально пара предложений про него написано. Здесь три фазы битвы. Фаза, когда он активен, и вроде как он нас дамажит, но по факту, ребята, если у вас реально нормальный урод, вы просто его смойте, после чего он идет во вторую фазу, и вот это единственный, собственно, опасный момент, когда он покрывается вот этим proximity shell-dom, да, и начинают действовать усиливающие его механики. Всякие там приспешники, они же миньоны, там всякие молнии и так далее. Здесь на этой гифке нет той атаки, которая, я считаю, самая опасная, это когда такими фиолетовыми дугами от него такие импульсы расходятся. Вот это очень больно, и это реально может вас убить. Вторая фаза длится определенное количество времени, вне зависимости от того, насколько успешно или неуспешно вы справляетесь с тем, что происходит во время этой фазы, поэтому, соответственно, просто монсите, наберите терпение, не стойте под стрелой, и дождитесь третьей фазы, когда он опять же очнется, проснется, будет опять уязвим, и вы его просто банально добьете и прикончите. На всякий случай, конечно, нужно поставить перед аренкой портал, чтобы вдруг, вдруг, вдруг чего. Если, конечно, вы играете не на хардкоре, когда любой вдруг чего для вас путь в один конец. Ну, в общем-то, как я уже говорю, босс не опасный, но перестраховаться лишний раз будет не лишним. И последняя часть гайда, это несколько маленьких для справки вам моментов. Во-первых, что касается билда, который будет себя комфортно чувствовать как в инкершинах, так и в храмах. Вам нужен хаос резист. Очень многие мобы наносят урон хаосом, архитекторы наносят урон хаосом, урон хаосом есть также у самого умнитекта, поэтому все-таки лучше, чтобы у вас была фласочка, ну, или что-нибудь еще. Также, особенно в инкершинах, вам нужны какие-то механики типа у ворота, для того, чтобы, когда по вам скинется тысяча гусей, чтобы вы не отъехали в одночасье, потому что, если вы вошли в инкершин и умерли там, то, естественно, вернуться в этот инкершин вы уже не сможете. Поэтому все-таки лучше иметь какой-то додж, то есть у ворот. Это даже не уклонение, обратите внимание, ребята, это акробатика, фазовая акробатика, это валгрейс, валграция. Эта механика очень хорошо спасает вас от вот этих вот ужасных гусей. Ну, или, конечно, шевелите попом, это тоже хороший вариант. Ну, и вообще, для самих инкершинов вам будут актуальны, конечно, быстрые билды, потому что монстров убивать нужно быстро, времени там не очень много. Да, безусловно, много урона, если вы наносите, вам это тоже поможет, вот, но все-таки перемещаться там тоже нужно, поэтому скорость это хорошо. Второй момент, о котором я хотела бы поговорить, это уровень храма. От чего он зависит? Безусловно, он зависит от тех инкершинов, в которых вы побывали, чтобы его, как бы, составить, этот храм, да. И уровень храма, это у нас среднее арифметическое между пройденными инкершинами, плюс 10, но не более самого высокоуровневого из пройденных инкершинов. Таким образом, если вы прошли, допустим, 10 инкершинов в, допустим, картах 6 тира и 1 на карте 16 тира, то теоретически ваш храм будет 83 уровня, то есть соответствовать карте 16 тира. Третий момент, на который я хотела бы обратить ваше внимание, это маршрут. В эндгейме я рекомендую бегать только 83 уровня храма, естественно, да, ради дропа карт Т16, и бегать их только до босса. То есть при прохождении инкершинов самих вы, в первую очередь, для вас имеет смысл находить камни перехода и прокладывать путь именно до босса. И, ну, или только в самой хорошей комнате, которую я уже чуть ранее назвала. То есть фарм храма, на мой взгляд, на данном этапе, да, уступает по выгодности большинству других известных способов. То есть вас интересует только босс и буквально там 6 комнат из 24, да и то, если они там третьего тира. Четвертый момент. Если это старт лиги и ваш билд заточен под что-то из храма, там есть у него урон молнии, на него он опирается, или приспешники, они же миньоны, то можно попробовать выполнить эти инкершины еще на сюжетке в надежде выбить такой предмет из храма. Он очень сильно вас бустанет и, безусловно, стоит усилий, вложенных в него. Плюс на начальном этапе инкершины могут быть очень выгодны с точки зрения хорошего и обильного дропа рарок и уников. Ну и для хаус-сетов это просто сказка. И последний момент это плюсы и минусы инкершинов 3.5 и далее. Ну то есть в лиге Битрейл у нас уже инкершин выглядит не так, как он выглядел в инкершине. А именно, Альва встречается нам в количестве трех штук на локации. Это важно. Почему это важно? Раньше, когда мы встречали одну Альву, игра считала, какая комната нам должна сейчас прокнуть, там, например, вот эта, и эта комната, допустим, второго уровня. Мы проходили эту комнату, убивали правого архитектора, апали комнату до третьего уровня. Таким образом, эту комнату мы встретить далее не должны, и она как бы убирается из нашего пула комнат, и она нам больше не встретится. И в следующий раз, на следующей локации, на которой мы встречаем Альву, она опять же нам считает вероятность, какая комната нам должна прокнуть, уже учитывая выбор нашей предыдущей комнаты. В данном случае, когда у нас по три Альвы сразу мы получаем, то у них у всех трех уже определено, в какую комнату она нас закинет, вне зависимости от того, как мы будем себя вести в первой и второй комнате. При этом, все эти три комнаты разные. Таким образом, раньше мы теоретически могли в одну и ту же комнату попасть там пять раз. Могли. Сейчас мы не можем, потому что мы всего Альву встретим там, у нас получается четыре спауна Альвы до 11 комнат. И это плохо. Вот такая солява. Потому что вы должны учесть, что если вы подошли к Альве, поговорили с ней и открыли комнату, и не пошли туда, то в следующий раз вам Альва предложит ту же самую комнату. Не пытайтесь надурить Альву. Она знает. Ее не обманешь. Поэтому нам не очень, наверное, с точки зрения именно апгрейда комнат выгодно по три Альвы сразу встречать. Но с точки зрения быстрого набирания храма, это безусловно выгодно. Также существуют небольшие баги. Какие-то из них уже устранены, какие-то еще нет. Слава богу, что теперь Альву нам обозначают на карте определенным значком. Раньше этого не было. И пока мы не подойдем к Альве просто face to face, она будет нас игнорить и никак даже не объявит о своем присутствии. А иногда так бывает, что мы просто ее не замечаем, пробегаем мимо и не можем ее найти. Так вот, баг, о котором я хочу сказать, заключается в следующем. Если вы подошли к одной Альве, она показала вам, в какую комнату она вас сейчас отправит, но вы не нажали Enter Incursion, то есть вы не открыли временной портал. После этого вы подошли к другой Альве и проделали с ней то же самое, то есть посмотрели на карту, то к первой Альве вы уже не зайдете во временной портал. Вот такой баг. Я не знаю, возможно его уже исправили, но по крайней мере он имел место быть и если две Альвы были рядом и банальный мисклик мог как бы вас с одной Альвы лишить. Это было, конечно же, очень и очень неудобно. Также то, что у нас привнесли в 3.5, это то, что комнаты в храме могут повторяться. В Enter Incursion такого не было. Если у вас есть один, допустим, corruption chamber, то второго уже не будет. А почему-то в битрейле так было. Будет ли так далее, я не знаю. Хорошо это или плохо, на мой взгляд, скорее это плохо, потому что, ну, не знаю, мне кажется, что это плохо. Вот как-то так. Ну, все, наверное, по Incursion это все. Сказать мне больше нечего и я, честно говоря, даже не вижу повода для каких-то дополнительных гайдов, потому что фарм здесь, как я сказала, ну, довольно-таки непривлекательный. крафт, да, здесь есть осквернение, но я о них сказала, как мне кажется, максимально подробно и другого какого-то крафта, опять же, я здесь не вижу. Ну, и, собственно говоря, там, какого-то кача в храмах тоже особо нет, потому что монстров тут мало, ну, и так далее. Поэтому какие-то, может быть, в комментариях вы напишите мне, о чем еще в свете Лиги Инкершин в нынешних реалиях вы хотели бы услышать, и тогда, возможно, если это действительно достойная тема, я обязательно сделаю по ней видео. А так, пока это все. До новых встреч!